Здравствуйте, мои дорогие. Стараюсь улыбнуться, а то вы все говорите, что я очень-очень грустная. Мы пришли на ужин. На обед я сегодня не ходила. И в фикс прайс ходила, и фруктов никаких не купила. Доедала то, что у меня было. Я в очках для того, чтобы посмотреть, что же я взяла себе на ужин. Потому что там не все можно понять, что там есть. Написано, во-первых, все не на русском языке. И когда спрашиваешь, не каждый может ответить на русском, что это такое. Короче, беру только то, что мне знакомо. Так, покажу сейчас. В общем, это синенькие. Я, как всегда, их называю синенькими. У женщины спросила, говорю, это синенькие. Она говорит, это баклажаны. Я говорю, я поняла, спасибо. Потом я взяла разных овощей, помидорки, то, что было по отдельности. И салаты, потому что я не знаю, чем их заправляют. Там очень похоже на йогурты. И они такие сопливые и сопливые. Вот, капусты немножко, там травки какой-то немножко. Это самое, две картошинки. Буквально две, действительно две. И помидорина там тушеная. И кусочек небольшой курицы. Уже курица вроде бы как бы и надоела, девочки. Но что делать, если больше ничего другого нам не даешь? Только куры. Завтрак, обед и ужин. Прямо как в кино «Яичница». Ну, я вообще утром это не ем. У Вали там тоже курица, картошечка. А я смотрела, макаронов не видела. Я бы взяла, наверное, макароны. Ясно. И вот такие вот сладости. Сладости всегда здесь в огромном количестве. Все очень вкусненькие. Вот. Физавис. В Вале чай, у меня кофе. Вот. И еще я очень хочу пить. Я пойду возьму водички, стаканчик. А потом мы будем продолжать с вами разговаривать. Что? Нет, не мой. А, на верхах, положи, пожалуйста. Спасибо. Вечером нам салфетки кладут не бумажные, а такие. Ставят их так красиво. И взяла стаканчик воды, так пить хочется. Вот так воды напьешься, а потом уже есть не хочется. Сегодня у нас будет развлечение Мисс Отель. Нет, Мистер Отель. Вот дачки снять. Ну что, девочки, я буду кушать. Я думаю, что вам это не интересно. Поэтому я на этом моменте отключу вас. Дорогие мои, я совсем забыла вас поздравить с праздником. Сегодня День Победы. Такой самый-самый главный праздник. А приехали отдыхать и забыли, в общем, какой день. Может быть, день встал. Появился день, мы пошли покушали, и все остальное вылетает из головы. Совершенно. К морю приходишь, просто ложишься на свой лежачок, глаза закрываешь и балдеешь. Вот так вот. Так что всех с праздником, с Днем Победы. И дай Бог, чтобы закончилась та война, которая у нас столько времени длится. Чтоб никто не знал никаких вот таких вот лет. Чтоб люди могли вернуться в свои квартиры, в свои дома. Чтоб вас, всех, у нас, все, 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 все. Мы ничего не пьем, потому что шампанское тут не предлагают. Там народ что-то перед этим он пьет. Там фанта есть. Есть в ренте. Добрый вечер. Поесть. Получше, чем было. Да? Да, но сейчас еще нет. Там ездят самые различные. Ну и какой-то. Вот это вот флоксаций. Вон самый синий, бактериальный, бактериальный. Это девочки, я отключилась, потому что к нам женщина подошла. У нее какая-то рыба. Не знаю какая, я этого не видела, это Валя рассказывала. Она ее там, дырку ей в ноги сделала. И здесь какой-то местный врач только там чем-то помазала, и на этом все. У нее три дня температура огромная. Вот. И Валя ей посоветовала пить эти самые антибиотики. Ну вот сейчас она подошла и говорит, что спасибо, что посоветовали. Мне стало намного легче. Вот так вот. Так что никаких нет у нас врачей. Я и рыб тех не видела. Я не знаю где она, где она там плавала. Возле берега. Где в нашу, что она там просят на рыбу? Она попала в тыжатку. Ну далеко наверно заходила. В общем, потому что возле берега совершенно нет. Как вот Марина снимала нам рыбок, это огромные косяки. У нас такого нет. Все, я буду кушать, иначе у меня все это околеет. У меня сегодня девочке нечем котов кормить. Я сама сегодня голодная, потому что на обед я не приходила. Доела свою клубнику, пару булочек. И уже не могла прямо дотерпеть до этого самого. Валя выделила. Выделила котам со своей курицей. А у меня сегодня очень вкусно. Я беру так понемножечку. Знаете, в основном кусочек курицы, а потом овощ. Толстеть же я не хочу. У меня нет. Курица выделила. Расчитываю. У меня как нужно. У тебя, я не могу. Я не могу. Я все-таки обоих сторон. В общем, я ничего не могу. Я не могу. А у меня раньше. У меня не помню. Я нашла что-то. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Мальчики плохо разговаривают по-русски, можно сказать, почти не так. В общем, что-то спрашиваешь, головой мотают. Не то что в Турции. Там все на русском говорят, а здесь нет. Не считают нужным. Не бывает, что следует. Тут все время деталь. А вот. Через 6-е годы полетит. А вот. Тут в тарелке, вот там стоят. где утром булочки к ним подходишь берешь тарелку они там какая-то какой-то механизм и снизу выскакивает я уже два раза испугалась тарелку берешь и прыг галя была голодная я вообще стараюсь брать столько сколько я могу съесть не больше а вот курица у меня осталось вот как можно такой вещью губы вытирать а прям и жалко они знали нет не утираться салфетки утираться нет салфеток салфетки они там лежат они должны здесь лежать я что должны салфетками бегать у них выпрашивать в обед кофе просим убирают пакетики ну дают конечно но надо просить на столе они не стоят на чай не ходят мальчики молодцы быстро-быстро убирают вот так как ставишь тарелку грязную уже тут же прибежали с носом все все девочки я облилась я облилась все мои хорошие все мои хорошие допиваю воду свою курашиваю пирожки одну не жгала нет газ я уже все я больше не ехать не хочу сегодня я пироги не хочу ничего овощи с курицей берете вкусно я надела себе чашечку и ничего я говорю ничего не буду есть точно сделала себе чашечку так называют смазовые стаканы с утра у нас чашки действительно а вот уже вечером считают что кофе никого не надо пить потому что предлагают всем спиртное вместе с колой что спрайтом но одно другое не заменяет по моему и мне это спиртное не надо вот чашечку кофе не знаю может еще в спрайт сходится мушмалой бочевое тресивание было там чего я и не купила купила карандаши что еще я купила как эта штука называется как эта штука называется мясна с перья с перья как она называется перья ловец снов купила большую ей она такая у меня что не просит говорит если она не дорога тогда побольше мне купили но если дорога тогда маленькую ну я решила что надо большую ей она так давно это хотела и как-то пошли потом зашли пошли туда когда нам я рассказывала Марина где можно по магазинчикам она сказала что это так близко только что вы знаете что очень жарко и никаких сил не было пока приползли обратно но я купила сергей легкая лё из-за этого когда она жила так проходила таможенную воду даже мне не представляется даже страшно подумать а в детстве у нас говорят холодно и очень холодно хотела спортивный костюм купить но как-то одела плечи широкие на попе еле застегнула а такой костюмчик хороший на тепленьком ну и красиво смотреть вот так вот все мои хорошие принимать пищу мы закончили сейчас я доплю кофейку кофеёк и пойду киску покормлю котосиков наших покормлю пока